В Организации Объединенных Наций на украинские события реагирует неоднозначно. С одной стороны, нападение на кандидатов в президенты организация осудила, с другой подготовила доклад, в котором, как говорят в нашем МИДе, проигнорированы нарушения прав человека и рост агрессивного национализма. Прямо сейчас мы обсудим новости из ООН и Украины, реакцию на них из США, с Дмитрием Саймсом, известным американским политологом, президентом Никсоновского центра. Он у нас на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Чего в этой ситуации ждать от ООН? Понятно, что неконсолидированного решения, потому что любое западное решение о поддержке действий украинской власти новой заблокирует Россию и, возможно, Китай. Но складывается ощущение, что многие участники ООН просто игнорируют очевидные факты. Здравствуйте. Я думаю, что вы уже сказали самое главное, что консолидированного решения тут быть не может. Вообще любые конкретные шаги, которые к чему-то обязывали бы, должны предприниматься не генеральным секретарем ООН индивидуально, а Советом безопасности. А Совет безопасности разделен. И поэтому обращение к ООН может помочь привлечь внимание к ситуации, как бы заострить те моменты, которые Россия считает особенно центральными и беспокоящими, когда смотрит на Восточную Украину. Но рассчитывать на серьезные шаги со стороны ООН не приходится. Скажите, пожалуйста, в чем стержень американской позиции, позиции Белого дома по Украине? Почему Соединенные Штаты так против процесса федерализации, на котором настаивает сейчас Восток Украины, учитывая, к примеру, опыт Югославии? Я думаю, тут две причины. Причина первая, официальная, состоит в том, что Украина независимая страна, что она должна самостоятельно определять свою конституцию и как будет управлять Киев различными регионами и как регионы будут соотноситься с Киевом. И что России в этом процессе нет места, и попытки России в этом процессе играть роль, есть попытка вмешательства в внутренние дела Украины. Это официальная позиция. Неофициально вы слышите от чиновников администрации, что у Обамы есть много других приоритетов, что Россия, и конкретно президент Путин, не помогает ему проводить правильно американскую внешнюю политику, правильно, как это интерпретируется в администрации, и что президент не хочет тратить большой политический капитал на проект, который не приносит осязаемых результатов. И последнее, что хочет президент Обама, говорят, это чтобы его могли представить как такого слабака и чуть ли не апологета Путина. И поэтому он будет всячески показывать, что Соединенные Штаты на поводу у Москвы не пойдут. Речь, наверное, не только о политическом капитале, но и о финансовом. Потому что складывается такая ситуация, когда США и Евросоюз на словах поддерживают Турчинова, Яценюка, их кабинет, Майдан, но, тем не менее, не хотят вкладывать ни цента в это правительство и Майдан. В Соединенных Штатах общественное мнение критически весьма относится к действиям России. Но, с другой стороны, полная неготовность идти на какие-то далеко идущие шаги из-за Украины. Всего 8% опрошенных выступают за оказание хоть какой-то военной помощи Украине. Я не говорю о военных действиях, но любой военной помощи Украины. А 58% опрошенных, они вообще говорят, что Соединенные Штаты не должны ввязываться в эту ситуацию и не должны идти ни на какие экономические санкции, даже на символические. Вот это и влияет на позицию администрации Обамы. На уровне риторики, на уровне символических действий крайняя жесткость. На уровне того, чтобы тратить большой капитал военной, политической, экономической, такой готовностью администрации Обамы я пока из-за Украины не вижу. Спасибо вам большое, Дмитрий Константинович. На прямой связи с нами из Вашингтона был американский политолог, президент Никсоновского центра Дмитрий Саймс. Продолжение следует...